здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий сегодня третье видео из серии множественные источники дохода досмотрите его пожалуйста до конца потому что в конце самое интересное потому что в конце я вам расскажу как организовать буквально вот источник дохода и вы это увидите просто вот на ваших глазах поэтому смотрите до конца сейчас можете поставить лайк в первом видео я рассказал об ассоциации с озером озеро горное да озеро это наши деньги из озера вытекают какая-то ручейки какие-то ручейки это наши траты и мы рассмотрели подробно в первом видео эти ручейки во втором видео я рассказал о том о тех ручейках которые втекают в это озеро которые питают этого озера И это были разные ручейки. Это наши доходы, которые нас питают, мы работаем, и это, ну, как бы насосик такой. У нас есть насосик, да, и мы качаем воду в это озеро, в это озеро. Но насосики бывают разной конструкции. Бывает насосик, ты можешь упираться, как хочешь, а можешь не упираться, он все равно будет давать только один поток, постоянно. Этот насосик называется работа за оклад. Есть другой насосик, который называется бизнес, и там вообще поток не ограничен, наоборот, он может быть абсолютно любым. У некоторых конструкций насосиков надо качать не очень сильно, а у некоторых приходится качать вот так вот, но зато и поток, который втекает в озеро, не ограничен. Но недостаток этого насосика в том, что он иногда может, ну, и не очень хорошо качать, и, так сказать, может быть, даже давать отрицательный доход. А первый насосик, он всегда постоянный доход дает. Но в конце второго видео, помните, я рассказывал про третий источник, который втекает в озеро. И тут уже ассоциация с насосом, наверное, не очень хороша. Это пассивный доход. Вот там вообще не надо качать, не надо вот этого качать. То есть он сам течет. Но для того, чтобы его создать, это потребуются какие-то усилия, и надо что-то сделать, естественно, чтобы организовать вот именно этот источник пассивного дохода. Ассоциация мне пришла следующая. Скажем, мы посадили яблоньку. Что мы для этого сделали, чтобы посадить яблоньку? Мы пошли и купили саженец. То есть мы купили саженец, мы затратили деньги. Где мы его купили, где мы его посадили? На каком-то участке земли. Участок земли тоже стоит денег. Мы поливаем этот саженец, мы взращиваем его. А когда мы дождемся урожая, когда мы дождемся яблок, через год не будет яблок. И через два года не будет. Минимум через пять лет у нас появятся первые яблочки. Их будет мало, но они появятся. И люди говорят, Юра, ну нафиг нам нужна твоя яблонька? Если я пойду, он у меня есть насосик, я сейчас быстренько покачаю, и у меня, так сказать, будет денежка. А эти яблоки пока они вырастут, ну их нафиг. И поэтому большинство людей не задумывается о том, чтобы посадить свой яблоневый сад. Для того, чтобы он приносил постоянно доход. И там в комментариях Олег говорит, что, слушай, Юра, ну ведь есть же и препятствия различные. Когда я говорил про бизнес, вот конструкция насоса, которая называется бизнес. Он говорит, ну не забывай, что есть же какие-то всякие негодяи, которые стремятся нам ввести какие-то, так сказать, арендные платежи. Но он мой коллега, он предприниматель, он прекрасно знает, о чем, и я прекрасно знаю, о чем он говорит, конечно же. Конечно же, это есть, конечно же, это надо учитывать. Конечно же, наша яблонька, которую мы посадим, она что? То она может не приняться и засохнуть, а такое бывает. А может яблонька, значит, ну как-то напасть на нее вредители. Запросто могут, правильно? И уничтожить просто яблоньку. Причем мы ее взращивали три года, например, да? На четвертый год вредители, так сказать, перегрызли то ли корни, то ли листву. И все, и конец нашей яблоньки. Какой из этого выход? А надо посадить несколько яблонь. Несколько яблонь. А может быть не только яблонь, но и сливы, и груши, и что-то еще. Чуть позже сейчас об этом, да? И смотрите, что получается. Ну да, это называется диверсификация. То есть мы положили одну яблоньку, потом, значит, рядом другую, третью. Одна яблонька дает урожай в один год, другая в другой год. Тут, ну ничего страшного же, в сумме у нас урожай есть, понимаете? И разные, так сказать, как бы есть деревья, да? Есть яблоньки, которые называются акцией, есть яблоньки, которые называются облигацией. Вот. А есть какие-то вообще заморские яблоньки, у которых какие-то валютные фрукты растут. И они дают валютный доход. Но смотрите, что получается, что климат может быть не тот, например. Да, ну холодно у нас, холодно для выращивания яблоньего сада, например. Да, или для выращивания, скажем, бананов. Ну, есть же и другие варианты, вот, так сказать, диверсификация. Ну да, мы по деревьям провели диверсификацию, вот, так сказать. Вот. Но мы можем сделать садик где-то еще, ну, так сказать, в более, в местах, где более благоприятный климат. Ну, скажем, в Австрии, да? Да, значит, там для деревьев, для садиков, так сказать, ну, климат помягче. И там мы можем просто поручить это дело там садовнику. Он говорит, давай я буду за твоими яблоками ухаживать, чтобы они давали. Ну, пусть он будет урожай не такой большой, но зато стабильный. И он такой твердый, хороший, он не пропадет точно, понимаете? То есть это тоже надо. То есть, значит, здесь яблоньки, вишеньки, груши. Там, значит, тоже какие-то яблоньки, вишеньки, но еще и абрикосы есть, понимаете? Черешня там есть, вот. А где-то еще, значит, там и бананы могут быть, и ананасы. И все это у нас, значит, вот как-то через какое-то время начинает приносить урожай. Вот. Но это была присказка. А сейчас переходим к более конкретным вещам. Помните, в прошлом видео я вам обещал, что покажу вам много-много цифр. Вот я сделал такую табличку. Вот здесь есть, видите, желтые поля и белые поля. На белых полях это наш возраст. Когда мы, наш с вами возраст, когда мы начали засевать вот этот вот садик, да? А вот здесь вот доходность, годовая доходность, которую дает нам наши инвестиции. А вот здесь вот сколько мы добавляем в год? А вот здесь вот сколько мы добавляем в месяц? Да, вот это тоже надо желтеньким сделать. Вот так вот я сделаю это тоже желтеньким. Потому что, смотрите, на желтом фоне, то, что на желтом фоне менять не надо вовсе, понимаете? А то, что на белом фоне, мы будем менять. Вот, итак, смотрите, вот наш возраст. Ну, мы можем написать здесь легко наш возраст. Сколько нам прямо сейчас лет? Ну, предположим, вам сейчас вот 45 лет. И дальше, давайте я тоже желтенький, предположим, нам 45 лет. И в 45 лет мы, я помните, говорил, что доходность пусть будет, ну, 12%. Вот ставим 12%. И всюду ставим 12%. То есть я говорил, да, 12%, бог с ними. Вот, вы можете это менять сами. Смотрите, что у нас дальше? А дальше мы добавляем в год. Вот, ну, первое, мы сразу в первый же год кладем 50 тысяч, скажем. Ну, у каждого найдется 50 тысяч. Я думаю, ну, вы это можете изменить в любом случае. И здесь, смотрите, что я сделал. Мы добавляем каждый месяц по 60 тысяч рублей. Это, вернее, каждый год. Мы добавляем каждый год по 60 тысяч рублей. То есть каждый месяц мы организовали вот отдельный поток в наше вот это озеро, которое будет давать пассивный доход. Каждый месяц туда идет 5 тысяч рублей. Вот. И посмотрите, что у нас получается. При такой доходности, вот, у нас получается доход за год, ну, вот, у нас было 50 тысяч. Доход стал за год, нетрудно представить, что это 6 тысяч рублей за год. И мы добавляем еще 60 тысяч. У нас стало 116 тысяч. Вот. Доход в месяц был всего 500 рублей. Вот. Маленький доход, правильно? Но он есть, он капает, и он там же накапливается. Вот. То есть мы его не извлекаем, он там же накапливается. И посмотрите, у нас было 50 тысяч, мы добавили еще 60, и 6 добавилось. Всего стало 116 тысяч рублей. И через год у нас доход уже не 6 тысяч, а 13 920 рублей. И, соответственно, мы добавляем еще 60 тысяч, у нас на счете уже 189 тысяч 920 рублей. А доход в месяц уже 1160 рублей. И давайте вот посмотрим, сколько у нас будет доход в месяц при таком варианте, при таком раскладе через 15 лет. А через 15 лет у нас доход в месяц уже 21 879 рублей. И, кроме того, да, и мы продолжаем качать в это озеро вот денежки по 5 тысяч рублей в месяц. Вот. Ну, здесь я уже начинаю когда-то брать, да, но давайте мы не будем отсюда еще брать пока еще, а покачаем еще немножко, потому что, ну, во-первых, доход маленький, а во-вторых, ну, нам 60 лет вообще-то уже, ну, наверное, уже можно. Но если мы еще способны работать, то давайте вот мы здесь нолики поставим, да? Вот здесь нолик. И вот здесь нолик поставим. Вот. Ну, предположим, еще годик мы ничего не кладем, а потом нам уже надоело работать, да? Вот, нам надоело работать. Смотрите, у нас доход в месяц уже, он растет. Вот. То есть мы ничего не забираем из этого озера пока еще, и оно само капает. Сколько нам капает в месяц? Ну, вот, у нас было 21 тысяча, вот, мы ее добавили сюда, вот. Мы уже ничего не добавляем, просто 21 тысячу добавили. Вот стало 2811, и уже такая сумма у нас дохода. И, соответственно, в месяц уже, ну, так сказать, увеличилось 25 тысяч, потом 28 тысяч, потом 31 тысяча. А потом мы начинаем брать. Сколько мы начинаем брать? Мы берем половину от этого дохода, который у нас получается. И у нас вот в 64 года уже мы забираем оттуда, из этого источника, в месяц 17 тысяч 635 рублей. Ну, вы скажете, мало, да? Ну, да, может быть, мало. Но у каждого ведь своя ситуация. Предположим, нам 40 лет. Давайте посмотрим, если мы в 40 лет начинаем. Посмотрите, в 40 лет, ну, во-первых, здесь ничего не изменилось, да, с цифрами. Но теперь уже 58 лет, мы можем еще не брать сколько-то, да, какое-то время. Давайте мы до тоже, так сказать, вот, мы отложили на 5 лет это дело. Вот в 63 года мы начинаем брать. А мы начинаем брать уже по 24 тысячи рублей, понимаете? То есть, и вот в этой табличке можно вот эти циферки менять, как я уже сказал, понимаете? И вот оно в месяц. А если у нас будет не 20, не 12 процентов в месяц? Я говорил про модельный портфель, который дал здесь вот 36 процентов годовых. Вот здесь вот 24 процента годовых. Ну, вот здесь вот он дал, скажем, 8 процентов годовых, да? Дальше, ну, вот, так сказать, дальше неизвестно. Ну, я думаю, что 12 процентов, вот как бы вот так. А может быть, будет давать и когда-то, ну, вот здесь вот 20 процентов, да? Вот, ну, давайте предположим просто здесь все, что угодно можно менять. Посмотрите, посмотрите, как меняются цифры. А у нас уже, значит, при тех же параметрах 28 290 рублей. Окей, поэтому, значит, ну, конечно же, в начале мы ищем доходность повыше. То есть вот, да, 36 процентов, да, 24 процента. Да, нам здесь не повезло. Но вот здесь вот, например, вот мы сделали такие 24 процента, а здесь вот 20 процентов, да? А здесь вот 30 процентов, да? А здесь 18 процентов. И посмотрите, ну, в начале это всегда сильнее влияние. Те проценты, которые в начале, почему они будут больше процентов? Да потому что мы рискуем больше. А чем дальше, тем меньше риска. Тем мы выбираем более, вернее, менее рискованные, более консервативные инструменты. И там уже, ну, если мы уже по 50 тысяч получаем, то нам уже не стоит рисковать дальше, и все. И мы живем спокойно. До скольки там? Ну, здесь вот до 86 лет. Ну, можно эту табличку продолжить, ведь не так ли? То есть мы берем вот ее и продолжаем. Вот так вот. Раз. Пожалуйста. Вот. Мы можем все это сделать. На склоне лет у нас 136 тысяч в месяц. Почему не жить? А теперь самое интересное. Вот я вам обещал показать много цифр. Я вам показал. А теперь я вам хочу показать, как делается вот насосик такой, какой-то, который называется бизнес, который сам капает. Я вам могу сказать следующее. Вот эту табличку, которую вы увидели только что, вы можете скачать. И просто поэкспериментировать сами. Смотрите, я дал вам очень много полезного, очень много пользы. Ну, во-первых, вы можете меня отблагодарить, а во-вторых, получить еще больше пользы, потому что вы скачаете эту табличку. Если вы перейдете по ссылочке, которая находится под этим видео, то там будет ссылочка, в которой вы, сказать, там элементарно свое имя, e-mail оставите, и телефон. Все. И вы скачаете эту табличку всего за 200 рублей. Вот. Ну, смотрите, и мне будет приятно, и это будет мой небольшой, ну, как бы денежный поток, который идет ко мне, понимаете? И вам приятно, вы можете все это посчитать. Ну, а теперь самое интересное. Я хочу вам подарить этот денежный поток. Смотрите, там будет еще одна ссылочка. И вот то, что сейчас я говорю, у вас будет точно такое же видео, но вот без этого конца, который я сейчас прямо говорю. Вы можете перейти по той ссылочке, по второй. Это партнерская ссылочка. И вы по этой ссылочке переходите, вы регистрируетесь у меня в качестве партнера. И у вас появится уже своя партнерская ссылочка. И после того, как вы зарегистрируетесь у меня в качестве партнера, к вам придет несколько писем о том, как организовать вот этот денежный поток, как поделиться вот этой партнерской ссылкой. И люди, которые... Вот вы покажете им мое первое видео из множественных источников дохода, вы покажете им второе мое видео из множественных источников дохода, а третье будет видео, которое написано специально для вас, вот без этого, без этой оконцовочки. И люди, которые будут нажимать на ссылку, они уже будут регистрироваться под вами. Это ваша партнерская ссылка. И люди, которые зарегистрировались и приобрели эту табличку, или что-то еще, там мой курс, биржа для чайников, то с каждого такого платежа вам, безусловно, будет начислена денежка. Вот за эту табличку вы получите, скажем, из этих 200 рублей, я вам дарю половину этой суммы, 100 рублей вашей. То есть, смотрите, вы скачали эту табличку, попользовались, посмотрели, да, прекрасно. Да и Юрик, в общем-то, неплохой человек. Вот, ну, значит, зарегистрировались в качестве партнера, значит, и этих табличек, ну, штук 10 у вас кто-то приобрел по вашей партнерской ссылке. Вы получили 1000 рублей, смотрите, вы посеяли туда 200 рублей, а получили 1000. Очень приятно, очень приятно. И вы получаете источник дохода дополнительный, о котором я вам говорил и который я вам обещал, я вам его дарю. И люди, которые приобретут по вашей ссылке, уже, так сказать, ну, не важно как, вот, по вашей ссылке, да, приобретут курс биржи для чайников, вы получите за каждого такого человека уже 1000 рублей, что тоже очень приятно. И у вас будет дополнительный источник дохода, еще один. Вот, ну, о том, какие еще организовать, какие еще источники дохода, которые будут течь в ваше озеро и которые будут создавать ваш поток, ну, я еще расскажу в следующих видео, наверное, вот. И я поделюсь, наверное, в ближайшее время с вами теми потоками, которые организовал я сам. Я постараюсь помочь вам организовать такие же потоки. не скажу, что это было легко, это было очень сложно, но я просто твердо, день за днем поливал вот этот садик, я ухаживал за ним. Я не тратил деньги при этом, я просто ухаживал за садиком. Я тратил свое время, я тратил свои усилия, я тратил свою энергию, но я практически не тратил деньги. И не тратя денег, не тратя денег, я создал такие потоки, которые стали идти ко мне и которые очень быстро выросли. Настолько, что, в общем, я уже сказал, да ну его нафиг этот бизнес. И, ну или, по крайней мере, я уже абсолютно свободный человек, я уже могу не зависеть от места, где я вещаю. Вот сейчас я вещаю из своего дома, да, а потом я смогу то же самое вести откуда-нибудь, ну из любой точки планеты, где только есть интернет. И это тоже очень здорово. И я постараюсь вас научить именно этому. Ну тому, чему умею, тому и учу. Вот поэтому оставайтесь, пожалуйста, на моем канале. Сейчас еще раз напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайк и переходите по тем ссылочкам, которые есть обязательно. И вы увидите просто, как это сделано на практике. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. До встречи!